Александр, привет! Какие добавки порекомендуете новичку? Ребят, всем привет! Вопрос частый, но какие тут я добавки могу порекомендовать? Для набора массы креатин, для снижения жировой прослойки L-карнитин. Это такие, скажем так, безрецептурные, да? Ну а дальше всё строится от ваших конкретных целей и от вашего рациона питания. Не хватает белка – берёте протеин. Не хватает углеводов – берёте гейнер. Не хватает там общей производительности, да, там вяло себя чувствуете. Попробуйте коэнзим, попробуйте какие-то витамины там и так далее. Вы поймите, спортивные добавки, они вписываются в вашу жизнь в зависимости от вашего рациона питания, от ваших целей и от того вообще, какая у вас активность, там какой тип телосложения, ну условно говоря, и так далее. То есть, если вы дрищ, да, ну не в обидном смысле, ну просто как бы там эктоморф, да, набираете мышечную массу, вам хорошо подойдёт гейнер, да, особенно если у вас там, ну прям вот не хватает-не хватает углеводов. Если вы мезоморф там или эндоморф, то есть склонный к полноте и набираете мышечную массу, ну какой вам там гейнер, вы с него скорее всего зажиреете. Поэтому здесь нужно смотреть конкретно на ваш рацион, на то, чего вам не хватает, и с помощью спортивных добавок компенсировать то, что вам не хватает, а не наоборот. Посоветуйте, скажите, в принципе, вот для набора массы, вот что прям вот просто безрецептурно, это креатин. Креатин самая рабочая, самая, одна из самых дешёвых, самая такая полезная тема, предположим, для набора массы. Для снижения жировой прослойки, ну, наверное, L-карнитин, такой наиболее недорогой вариант, в принципе, рабочий, да. Но опять же, только на фоне с питанием. Не будете правильно питаться для снижения жировой прослойки, креатин вам не поможет, как и креатин вам не поможет на массе, да, если вы не будете хотя бы более или менее как-то правильно есть. Поэтому, ребят, все добавки подбираются в зависимости от того, какой у вас рацион, как вы питаетесь, да, какие вы цели преследуете, да, насколько вы склонны к полноте, там, и так далее. Вся подробная информация есть в моей статье, ссылку на которую вы найдёте в описании этого видео. Переходите и изучайте. Всем добра, с вами был Александр Добромиль, пока! Субтитры сделал DimaTorzok